Всем привет! Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Андрей Затирко. Мы редакторы Читару и сегодня мы хотим поговорить про Новый год. Губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов завел аккаунт в Инстаграме. И в этом аккаунте в Инстаграме уже представляете больше 36 тысяч подписчиков, а сам Александр Михайлович подписан на 79 человек. 38 публикаций у губернатора, одна из самых популярных публикаций в этом Инстаграм-аккаунте, под 4000 лайков и около 1200 комментов. Это пост, в котором Александр Михайлович обращается к своим подписчикам с предложением обсудить порядок работы трудового народа Забайкальского края в конце декабря 2020 года. Есть два варианта у Александра Михайловича. Жить как все, жить по закону трудовому и работать 31 декабря. 31 декабря это четверг, предлагается первый вариант работать 31 декабря. Второй вариант Александр Михайлович дал людям выбор. Давайте поработаем 26 декабря в субботу и за это 31 декабря отдохнем. Вот про это написали тысячу комментариев ему пользователи, и он еще провел голосование, по-моему, в сторис. Я его где-то на промежуточном этапе видел, все хотели отдыхать 26, ой, работать 26, чтобы 31 отдыхать, резать салаты и так далее. Ну вот, собственно говоря, тема наша для обсуждения, в ней две истории. Первое, что губернатор выносит некое общественное пространство обсуждения этого вопроса. Вторая тема про то, что мы вообще двигаем куда-то вот эти выходные дни. И третье, что делать, как жить вообще, отдыхать, как лучше-то вообще. Андрей, что ты думаешь? Ну вот, если говорить про отдыхать и не отдыхать, у меня вот две позиции есть, как руководителя и как обывателя. Как руководителя мне хочется, чтобы мы работали тогда, когда мы должны работать, а когда мы должны отдыхать, мы должны отдыхать. Если у нас 31 стояло рабочим днем, у меня уже все графики сверстаны, все спланировано, дежурство и все прочее. Ну, 31-го должно работать, а в субботу должно отдыхать. Если же с позиции обывателя, то мне было бы, конечно, удобнее, наверное, отдыхать 31-го. Потому что все-таки, да, вот салаты, все прочее, какие-то там финальные аккорды, подвести какие-то домашние дела в порядок, да, перед 31-м, чтобы Новый год встретить вот как-то спокойнее. Посмотреть фильмы, которые нужно посмотреть, да. То есть 31-го декабря кажется, что для этого было бы лучше. Но странно, другая сторона вопроса, да. Странно, что мы, во-первых, решаем это через Инстаграм Осипова. Мы не решаем, он информацию просто собирает. Ну, вот я больше просто других каналов не видел, через которые они бы собирали эту информацию. Ну, их, может, просто не видим, но претензия, понятно, да. Вот, и делается это все слишком вот впритык уже. Можно было это сделать заблаговременно, да. Да, может, ну, просто поспрашивать и ничего менять не будет. Ну, если так, то окей, просто ему срез. Но зачем для этого губернатор тратить на это время, отвлекая своих подписчиков и всего прочего? Ну, заявляется же по-другому. Да, в общем, ну, я тоже здесь скажу свою позицию. У меня, что у обывателя, что у руководителя позиция одна. Нужно просто перестать кривляться. Нужно, по-моему, просто начать работать. По-моему, мы, во-первых, отдыхались уже в 2020 году, во-первых. А во-вторых, у нас, короче, вот это бесконечное национальное развлечение в последние десятилетия появилось, которое называется «Как придумать себе очередной выходной день». Эти выходные дни, вот, как у нас некоторые журналисты запятые по текстам сеют, вот так вот, короче, разбрасываются просто по году. Типа придумаем что-нибудь там и будем отдыхать то в среду, то во вторник, то, короче, со вторника по четверг, то с четверга по воскресенье, то еще что-нибудь. Просто бесконечно переверстывается этот рабочий календарь. И это продолжается уже много лет. Внутри этого рабочего календаря появляется в итоге множество удивительных явлений. Например, выходные двухнедельные в январе, которых, по-моему, в жизни вообще никогда не было в нашей стране. Но тут они появились, к ним все мгновенно привыкли, их теперь уже никуда не выбилишь. Во-вторых, появляются какие-то огромные невероятные праздники в мае. Я просто, поскольку достаточно крупной организацией управляю, я точно знаю, что в обычный, в стабильный месяц есть от 21 до 23 рабочих дней. В мае у нас все время, дай бог, если есть, короче, дней 15 рабочих. Хуже, чем в феврале. Да, в феврале так короткий, туда вот этот февраль напихают, короче, 23 февраля. Я вот просто сын военного, я всю жизнь, ну, это был один из ключевых праздников во всех этих военных гарнизонах. Как-то обходились без выходного дня, но тут вот вдруг дожили до современной России, сделали еще и 23 выходным днем. Потом же вот эта вот еще история с переносами, что если он куда-то не туда попал, то нужно, короче, сцепить так, чтобы было вот побольше этих выходных. А если в выходной попал, то нужно обязательно дополнительный день отдыхать. Да, это просто какой-то, по-моему, просто реально какой-то бред вообще. То есть, с моей точки зрения, как работодателя, с моей точки зрения, как руководителя, с моей точки зрения, человека, который хочет работать в некой системе, которая не должна ломаться просто потому, что что-то куда-то не туда попало. Если уж попал, 23 число попало на субботу, ну, значит, просто условно не повезло. Отдыхаем в субботу и воскресенье, и потом работаем. Но нет, у нас же переедет на понедельник, будет опять три выходных дня, опять минус один рабочий день из вот этого общего количества дней в месяце. Я реально не понимаю, у нас что, все в порядке вообще в экономике? У нас все в порядке в регионе? У нас все в порядке в стране? Мы что себе эти выходные рисуем? Нахрена вообще? Это как бы тема, которая... Со мной очень многие про это спорят, в том числе немногочисленные мои знакомые, с которыми я это обсуждаю. Они говорят, Андрей, да ты вообще там капиталист, там сидишь, там, да, рабочему человеку чем больше выходных дней, тем лучше. Вот, и вообще, мне даже многие предприниматели говорят, а что вы там кипятитесь? Это же выгодно всем вообще-то. Предпринимателям выгодно, потому что люди по магазинам ходят. Людям выгодно, потому что они деньги тратят. Экономике выгодно, потому что, ну, вот эта вот экономика напитывается этими деньгами. Все там смогут в абсолют, в максе, в новостите съездить, денег потратить там, ну, дополнительно, очень условно. Вот, но я считаю, что это просто, ну, вот для нашей организации и для многих других тоже организаций, это просто ломает рабочий график. Это, во-первых, а во-вторых, я абсолютно с тобой согласен, что все это делается на марше вот сейчас. То есть, мы уже в декабрь заехали, я уже, вот, ты говоришь, у тебя все распланировано по дням, дежурство все, журналистов, редакторов, у меня тоже все распланировано, у меня денежные потоки распланированы, у меня тоже распланированы все дежурства, я знаю, что я буду делать 31-го, я это запланировал 2-го числа. Приходит Осипов и говорит, давайте все сдвинем на 26-е. Я сижу, смотрю и думаю, блин, 26-е не будет рабочим днем. Вот, если его даже сделают рабочим днем, это будет, короче, суббота, все будут находиться в состоянии субботы, все будут находиться в состоянии предновогодней суеты, и, короче, мы 26-го числа, короче, легче вообще людей на работу не выводить. Или они выйдут, а с обеда они уйдут, или они с обеда не уйдут, но они все равно будут сидеть, и они будут сидеть на 3 субботы, понимаешь? То есть, у нас просто добавится плюс 1 выходной. Мне это тоже вызывает изумление. Это еще вызывает изумление в той связи, что у самого Осипова нету как такового рабочего графика. Осипов живет в своем мире, у них там какие-то совещания ночами, вечером они там работают до 12 часов ночи. На выходных они работают, я это сколько раз вообще встречал, что эти чиновники проводят бесконечные совещания какие-то в субботу и воскресенье. Никогда такого не было, и вот опять. Я сижу на это, смотри, думаю, вы вообще других людей видите во всей этой истории? То есть, это же вот как мне с кем-то в этом разговаривали, типа, как там дети едят, я говорю, да вот хотят у меня дома дети и едят. Меня кто-то обругал, мама, по-моему, моя или еще кто-то. Что типа, блин, ага, кто-то врачи на протяжении многих веков строили эту историю про завтрак, обед, ужин, первое, второе, третье, а тут ты пришел, умный такой Козлов сказал, а когда хотите, тогда ешьте там, да? Так и здесь. Вот всю жизнь жили и работали с 9 до 6, обед с часу до 2, выходные, субботы, воскресенье. Приехал Александр Михайлович Осипов, нахрен, работаем всегда, утром, в обед, вечером, ночью, на выходных, так же не должно быть нормальный рабочий график работать с понедельника по пятницу, с 9 до 6, с часу до 2 обед, идеально выстроить рабочее время, рабочую нагрузку у людей и рабочие графики так, чтобы они могли в 6 часов вставать и спокойно идти домой. Ну или там с 8 до 5 кто-то работает, Ельковский, по-моему, эту историю придумал, тоже один еще реформатор. Здесь тоже как бы, все это как бы, ну вот, ну давайте что-нибудь там покорректируем на ходу. Помнишь этот февраль прошлый, они там вводили Сагал, Ган, он сначала был не выходным, потом появился выходной, потом этот выходной попал в, он даже в понедельник, по-моему, попал, они в воскресенье, они все равно на вторник перетаскивали, была какая-то такая история. Плюс еще непонятно, как это делали все в последний момент, то ли законом, то ли постановлением. Заксобрание целое собиралось, чтобы перенести куда-то там выходной день и сделать, я помню, выходные были суббота, воскресенье, понедельник, вторник, феврале, когда там еще 23-е впаяли выходным, и он сам по себе короткий. Я сижу, смотрю на этих людей, думаю, вы вообще давно видели реальную экономику, реальную загрузку, промышленные предприятия, как у них все это устроено, вы как вообще все это, ну как у вас это вообще в голове все представляется. В этой связи я думаю, что, ну как бы сама тема голосования, мы сейчас ее отдельно обсудим, вообще я думаю, что вот мне бы очень хотелось, чтобы мы просто, короче, работали с 21 по 25, с понедельника по пятницу, на выходных отдыхали, 31-го, ну все же знают, как работают 31-го люди, мы все придем на работу, закроем там свои какие-то дела, в обед по чашке шампанского выпьем, и всех отпустят домой салаты эти резать. Ну вот выпало 31-е число в этом году, вот так, оно уже всегда было рабочим днем, всегда было рабочим днем 31-го, всегда обсуждалась тема, ввести ли выходной день, ну вот ведут на федеральном уровне, и будем отдыхать 31-го. Мы нафига устраиваем здесь вот эту вот всю коляску. Здесь еще знаешь, мне кажется, что ты проговорил про позицию Осипова, да, который всегда находится в рабочем режиме, да, то есть у него нету этих, ему непонятно даже вот это вот, о чем мы вообще сейчас говорим, похоже, что... Да нет, они потому что на вахте здесь, они приехали, вахты работают. А вот про большинство обывателей, с которыми он может в основном контактировать, да, они же будут за дополнительные выходные, почему? Потому что у нас, во-первых, он контактирует в основном с бюджетниками, а для бюджетников любой выходной это вообще прекрасный повод не работать. На зарплату не влияет, ни на что вообще не влияет. На зарплату не влияет, ни на что не влияет, просто дополнительно... Я говорю, я так возвращаюсь к истории про то, что мне говорят, Андрей, что вы там ноете, да, это всем выгодно вообще. Вот с этой позиции, поэтому его окружают в основном такие люди, людей из реальных сфер экономики, там, я не знаю, особенно, которые не касаются развлекушек вот этих, да, всех, которые вообще-то выигрывают, им, конечно, тяжелее, да, и они на него, видимо, прямого контакта с ним не имеют. Ну их меньше, условно. У Осипова, ты говоришь, условно, чиновничье мышление, мышление, ну в текущем моменте бюджетника, у которого что 20 рабочих дней в месяц, что 15, что 10. И еще сюда накладывается... Зарплата та же самая, бюджет тот же самый. Еще сюда накладывается, что у нас в целом-то сколько, 70% экономики, это гос... У этого я не знаю. 70 или 60, то есть, ну ты прикинь, в масштабах Забайкальского края, там, большинство работающих людей бюджетники. И большинство, соответственно, в целом за, потому что они вот в этой же схеме находятся. Ну конечно, и понятно, как они проголосуют. Но здесь еще один большой вопрос, который у меня тоже, мы про это говорим как попугаи. Вот то, что Осипов там проводит какие-то голосования, это называется одним хорошим словом. Я уже тебе вот прямо в таким тоном много раз говорил. Колхоз. Это колхоз. Когда начинают голосовать по поводу и без повода. Вот они там, я писал про это, по-моему, колонку в события недели. Вот они там сначала устраивали голосование по поводу того, какие улицы асфальтировать в городе. Потом, где открывать парки на бюджетные деньги. Потом еще куда-то, как вкладывать деньги. Вот это реально колхоз в самом плохом его выражении. Все эти решения должны принимать руководители, которых мы специально для этого избрали на эти должности. Или назначили. Или назначили, без разницы, я бы назначал всех. Вот есть этот руководитель, он пускай на себя ответственность за эти решения берет. И мы когда выбираем, какие городские территории развивать, эти городские территории должны развиваться не в рамках голосования, на которое все начинают влиять. А в рамках какого-то плана работы, который где-то утвержден, согласован, сверстан, и под него просто подтягиваются деньги. А так устраивается клоунада из этого. Когда люди, которые в целом город не видят, а находятся внутри своего какого-то района, МЖК, там, Северный или, не знаю, там, условная, ГРЭС, А непонятно, там, за что будут голосовать. Это как, знаешь, голосование за лучший текст в интернете. Вот выкладываешь во ВКонтакте голосовалку, и типа, вот кто больше голосов наберет, тот получит путешествие в Таиланд, условно. Что происходит? Все притаскивают знакомых. Пишут, проголосуйте за меня, проголосуйте за меня. Никто не читает текст, за который голосуют. Все просто нагоняют своих знакомых. И знакомые просто голосуют за человека, который их знакомый. У кого больше знакомых, никто не делал. Да, никто ни в чем не разбирается. Как должны определяться лучшие тексты, условно. Они должны определяться профессионалами. Должно созываться жюри, которое должно все эти тексты прочитать. И на основании каких-то заданных параметров, или на основании просто своего жизненного опыта говорить. Этот текст на первом месте, этот на втором, этот на третьем. Я в таких жюри не единожды сидел. И знаю, что это только так работает. Только профессиональный журналист может определить, и редактор может определить, какой текст лучше, а какой хуже. Потому что мы структуру этого текста знаем, видим, каким русским языком написано. И как раскрыта тема, какая фактура использовалась, какими рабочими инструментами пользовался журналист. Да и никто, кроме людей из сферы, не может оценить его. То же самое. Вот Осипов выносит на обсуждение тему отдыхать или не отдыхать 21 числа. Ой, 31 числа. Ну, конечно, все проголосуют за то, чтобы отдыхать 31 числа. Так надо видеть же комплекс всего, экономику надо видеть региональную, нужно видеть проблемы работодателей, нужно видеть желание действительно обычных людей. Обычный человек в этой истории видит кого? Себя и свою семью. Он больше не должен никого видеть условно. Ну, люди, которые чем-то управляют или кем-то, вот ты там или я, мы начинаем видеть все это сквозь призму того, как у нас рабочие процессы выстроены. А губернатор должен все это видеть с позиции руководителя региона. Он должен видеть бюджетную систему в этой истории, федеральное законодательство, региональное законодательство. Он должен видеть людей, которые находятся в этом процессе. Он должен понимать, что большинство людей, которых он вынесет в сторис, в голосование, они все проголосуют за то, чтобы 31 числа отдыхать. И без этого всего он должен просто, понимая все это, на берегу принять решение. Сразу вообще. Причем он должен принять его без особых размышлений, у него все это в голове должно быстро складываться. Еще в ноябре. Да. И сказать об этом людям просто, взять на себя эту ответственность. А так это называется размазывание ответственности. Ну, вот мы проголосовали, и поэтому я принял решение. А должно быть не так. Должно быть сказано, я принял это решение, мы будем делать вот так вот, ну и все. А дальше уже принимать на себя как бы любовь людскую, или критику журналистов, или еще кого-то. Меня вот эти вот колхозные голосования про то, как жить, они мне реально надоели. И все этим, главное, весело пользуются. И это реально размазывание ответственности. А что вот вы деньги вложили в парк, там какие-то ворота, читы, там? Вот так и проголосовали. Так а вы там вроде как бы рекламную кампанию из этого устроили. Да? Ну, такие были правила игры. Можно было. Да, и много же таких примеров вообще-то. Вот. Ну, примерно так. Да? В общем, судя по всему, сегодня у нас 14 декабря, и мы еще до конца не знаем. Вот Александр Михайлович, это человек сомневающийся, да? То есть, видимо, решение по поводу того, как мы там будем работать 26 и 31 декабря, примут где-нибудь, дай бог, на этой неделе. А мы с вами пока повисим в некоторой неизвестности. Можете написать 1200 коммент Александру Михайловичу в комментах, где-то там в его инстаграме. Ссылку мы дадим. Спасибо за внимание. Счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok